Екатерина Редникова была застенчивой, но выступать мне нравилось. Поэтому, когда к нам приходили гости, я залезала под стол и там начинала что-то петь. Мне родители рассказывали, что я постепенно пела всё громче и громче, а уж потом вылезала и забиралась на стул. То есть, сам момент начала был для меня очень сложным. В шестом классе я поступила в театральную студию и там как-то приободрилась. А в девятом классе пришла в другую школу, где стала нравиться практически всем мальчим в классе. Они все по очереди в меня влюблялись. И это окрылило меня по-женски. В 1990 году Екатерина поступила в ГИТИС, хотя родители её до последнего не верили, что она сможет это сделать. В кино актриса дебютировала уже в 1990 году, ещё будучи студенткой в театральном институте. В тяжёлой социальной драме «Уроки в конце весны» режиссёра Олега Кахуна. Фильм провалился в прокате. Эпизодической роли Редниковой там была девушка Маша, которую и не сразу разледишь фильмы. Но этот фильм остался незамеченным публикой. Первым фильмом в большом кино для Екатерины Редниковой можно всё-таки считать комедию «Бабник» режиссёра и Рамджана, где Екатерина сыграла эпизодическую роль девушки в метро. Роль ей удалась не слишком. Да и длилась она всего 26 секунд. Фильм, тем не менее, имел широкий богат на телевизии в расчёт популярности Александра Ширвинта и Михаила Державина. Затем была роль в фильме «Риск без контракта» 1992 год, в котором Екатерине уже досталось роль побольше, чем в первых долгих фильмах. Здесь она играла дорожную проститутку, которая выглядит достаточно беспомощно. Но эта была уже больше, чем эпизодическая роль. Затем были роли в картинах «Бездна» и «Дьявольская симфония» 1994 год. В 1994 году она кончила Российскую академию театрального искусства «Бездна». В театре Эцетера Екатерина сыграла роль Рут в спектакле «За горизонтом» у Нила, роль кормилицы в спектакле «Лекарь по неволе» Мольера, роль смуглой леди в спектакле «Смуглой леди сонетов» Бернарда Шоу. Как признавалась сама Екатерина, тогда театр она чувствовала несколько глубже, чем кино. Известность Екатерине Рейдниковой принесла роль гурничной Насте в фильме «По повости Пушкина. Барышня-крестьянка» 1995 год. Надо признать, что эта роль ей удалась. И Екатерине удалось при воплощении в образ гурничной. С широкой популярностью она обязана фильму Павла Чухрая «Ворох» 1997 год. Фильм спорный и несет в себе массу негатива, зато сделан по голливудским лекалам. Но в России особой популярности этот фильм не получил, но дал Екатерине путевку в Голливуд. За свою работу актриса была отмечена в 1998 году премией Ника за лучшую женскую роль. Фильм «Вор» был номинирован на «Оскар» в 1997 году. После этого актриса стала активно сниматься в иностранных фильмах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова